Самого доброго утра! Самые позитивные страны Европейского Союза. Латвия, привет! Просыпаемся. Сегодня, если позволишь, Алёше Росликове. Напомню короткую предысторию. Алексей набрал огромную папку с компроматом. В принципе, его компромата хватит для того, чтобы половину правительства пересажать. И вот он выходит и говорит, журналисты, пожалуйста, собирайтесь сюда. Я сейчас начну открывать эту папку, листать, и мы буквально каждого работника Сайма начнём сажать. И что выяснилось, что конференция прошла его за 3 минуты 20 секунд. Журналисты не пришли. Лёша обиделся и говорит, ну как же так? Я хотел справедливости, хотел порядка в государстве. На него все забили. И я подумал, первое, что Лёша наконец-то изменился. То есть, ну вот так вот перед выборами человек собрал всю свою банду и говорит, всё, ребята, хватит популизма, хватит людей воровывать, да? Давайте начнём работать. Я подумал так. И вторая мысль, которая мне пришла в голову, а что Лёха-то мне не позвонил? Но если Лёха решил бороться с коррупцией, первое, что надо сделать, позвонить Волошину. Сказать, Волошин, смотри, собирай всю свою банду. Так получается, что журналисты не придут. Одна надежда только на тебя. И я бы Лёху поддержал. Но Лёха не позвонил, а позвонил журналистам. Об этом я узнал вчера. Сначала обиделся, скупую слезу пустил. А потом я решил разобраться, какого хера, что происходит. И давай попробуем это сделать вместе. Говорят, когда человек руку к лицу приставляет, обязательно врёт. Но мне, честно говоря, лампа просто светит. На это не обращаю внимания. Сестры депутата нацобъединения Рихарда Коллса в 2022 году неплохо обогатилась, если следовать расследованию передачи, ничего личного. А помогли им в этом Минземледелие при члене нацобъединения Каспорси Герхардсе. Вы только посмотрите, какая уже выстраивается цепочка. Если коротко, Минземледелие в 2022 году подал проект, подразумевающий создание сети зарядных электростанций для электромобилей, как инвестиции для достижения зелёного курса ЕС. При этом владея только шестью электромобилями. Пользоваться ими, кроме Минземледелия, никто не мог. Бюджет на это 3 миллиона 100 тысяч евро. Требование к закупкам было, что мог участвовать только один конкретный претендент. Смотри, я поясню, что я делаю. Это то, что в его папке. То есть выходит, что это не Лёша нихрена какое-то расследование провёл, и сейчас мы передадим в КНАП, в Евросоюз, да мы устроим. А это всё уже было сделано как минимум пару лет назад. Компания ВЕК. 40% долей, которая принадлежит компании, которая владеет сестра депутата Коулса. Это важно, это важно. И важно, смотри, почему я сейчас объяснил. Важно, потому что у нас в Европарламенте сидит Ушаков и сидит Коулс. И когда они голосуют, мы все думаем, какого чёрта, кто вам сказал так голосовать? И дальше мы понимаем, что Латвия управляет МВФ. И когда у МВФ, это вообще корпорации, это не какая-то страна, там не Америка, не Россия, да, не Латвия, а просто корпорации нужно какие-то интересы защитить. Вы заметили, что войну, например, в Украине не все страны поддерживают, а только те, которые под МВФ. То происходит следующая фигня, они берут какого-нибудь голос у Шакова, разрешают им провороваться, потом заводят на них папочку, и дальше они уже голосуют не за страну, или не как им избиратель говорит, да, а они голосуют так, как велит им кто-то из корпораций. Неплохо, правда? При этом, например, созданная станция в Елгаве была не нужна, а там у ведомства нет электромобилей, как и в Добыла. А, например, заявленная на 60 кВт электрозарядка выжимает только 6 из 52 станций. Ну, дальше это пошли цифры, цифры, цифры и так далее. Но вы понимаете, что это расследование отнюдь не Алексея. То есть это уже два года вот это все ведется. Теперь она подошла под прокуратуру, и вот в прокуратуре сейчас будут выяснять. И выбегает Леша такой, это все мы, это мы, вот моя папка мы. Помните, как было с мусоросжигательным заводом? На мусоросжигательный завод Леша со своими бандитами не пришел ни одного раза. Но когда уже была победа о закрытии мусоросжигательного завода, выходит статья газетная для всех бабушек и дедушек о том, что Леша закрыла мусоросжигательный завод. И Леша такой, да мы подали в комиссию, да мы там станцевали, мы спасли мир. То есть популизм. И в этом случае все ровно то же самое. Что это за цирк? Сейчас, насколько я понимаю, там идет вообще демонстрация чего-то другого. Это вот классический прикол, когда на улице три мужика стоят, ты их ведром водой плеснул, потом забегаешь, закрываешь дверь и говоришь, вот за мной бегут мои подписчики, сейчас мы все бежим на распродажу. Ну этот прикол. Он сделал фактически то же самое, там идет митинг, который не он собрал по другому поводу, и он на его фоне становится, типа, а эти парни тоже с нами. Ну, визуально это выглядит так. Теперь о том, что меня больше всего бесит. Вот я не понимаю, если вы за народ, да, если вы для народа, зачем, блядь, выряжаться как мальчик-гей? Вот этот вот полупокер вылезный он и этот его с бородой, чувачок-мусульманин этот. Забыл, как его зовут. Нахрена это делать? И смешного, вот и смешного, рядом эта девочка с ними стоит. Она выглядит, блядь, ну как какая-то там, не знаю, кухарка-замарашечка. Ну такая, ну скромная девчонка. Не хочу ее обидеть, классная женщина. Эти двое петуха в сравнении с этой симпатишкой выглядят, ну просто, ну посмотрите, вот как она выглядит, да? Забыл, как его зовут. И как эти два полупокер? Я докапываюсь к одежде, потому что у меня давняя любовь к Алексею, это правда. Но у них на заднем фоне такой блондинчик стоит. Вроде как нормальный мужик такой. Но эти два, блядь, жопа-лиза, это просто пиздец. Это конференция идет, да, чтобы понимали. Вот он собрал конференцию. В глазах популиста Леши вот так выглядит конференция. Если бы у него не было трое детей, я бы точно подумал, что на заднем приводе чувак фигачит. Ну, блядь, бесит он меня вот с этими выходками паскудными. Ну ладно, ладно, накидал я на вентилятор. Фишка в том, что, ребят, вот это, вот это вот то, что мы сейчас видим, это не выглядит так, как будто бы Леша собрал антикоррупционную повестку, и сейчас он выводит людей на чистую воду. Это выглядит как классический популизм. То есть, насколько я понимаю, в деталях он хотел использовать эффект толпы. Вот мы собрались, вот я с папками, смотрите. А журналисты сказали, нет, мы на эту хреноте не идем. И, скорее всего, журналистов был один, судя по тому, что я вижу, их не было даже двое. Видимо, кто-то из Лешиных корешей. Вот, и поэтому он говорит, нахер я в толпу снимать не буду, вот только сбоку. Вот так сбоку мы готовы. Потому что, когда, например, Суверена Вара проводила, или Еремеев, вот такого рода митинги, журналисты что делали? Они брали ракурс, и в ракурсе должен был быть один маргинал, как будто бы пришло три человека, да, и один Еремеев, или там одна Степаненко. Вот, поэтому, чтобы не получилось обратного ракурса, что стоит Леша с папками, а на фоне его это огромная толпа. Следующий важный момент, он в руке держит вот эту хренотень. Леша, пожалуйста, вот эту папочку ко мне на стол. Что же там такого ценного, что ты, блядь, так держишь в том расследовании, которое уже к нам подвел к уголовному процессу и расследует уже два года. И все два года Лешу устраивали националисты. Абсолютно устраивали. И он абсолютно молчал. Заметили за все время, что Леша там сидит, что-то я какого-либо наезда, конфрактации между там националами Леши никогда не видел. А тут вдруг у них что-то, как кошка перешла. Я думаю, что между ними все хорошо. После вот этого шоу они пойдут, скорее всего, пить вместе пиво, наверняка. Или на мотоциклах кататься, что-нибудь там чаще всего делают. Но перед выборами, это выгодно и Лешиному электорату, да. Он еще реально надеется, что в местное самоуправление и на пост мэра Риги Лешу посадят. Ну, вот я не знаю, блин, насколько больной должен быть человек. Но он думает, что, да, люди им верят. И что им сейчас что-то перепадет. И, соответственно, о том же думают националы. Поэтому перед выборами, с их точки зрения, должно было выглядеть, как какая-то горящая утка. А он, наконец-то, вот этот самый Леша на броневике и так далее. Получилось шито дешевыми нитками. Даже вот на заднем фоне, посмотрите. Забываю, как эта девочка его зовут. Вот эта вот, которая вот симпатичная. Она думает, ну, дурак, блядь. И вот блондин, который стоит за Лешей, думает, блядь, нахера меня-то сюда позвали. А этот черненький. Вообще, грудак вытянул такой. Ну, ощущение, как три болвана, блядь, стоят, как истуканы. И этот театр одного актера. Не получилось, Леша, революции. Но если ты эту папку мне закинешь, я ее полистаю. Может быть, я не прав. Может, я перебрал. Я извинюсь, нет проблем. И сделаю такой же ролик о том, что Леша красавчик. Я вот в этой папке нашел вот что-то угодно. Либо давай я приду к тебе на эфир. Мы вместе вот эту папку положим на стол. Возьмем какой-то выходной с суббота, да, например. И прям подробно ее пройдем, посмотрим, что же в этой папке такого, что там сейчас полсейма пересажают. В любом случае, по традиции напомню, что Латвия самая позитивная страна Европейского Союза. А вот эти вот проблемки, да, это же меньше одного процента. И происходят они вот в рамках Домской площади. Чуть отъехал за Ригу, но милей страны просто не существует на планете Земли. Всем добра и позитива. Пока.